Добрый день, друзья и недругие. Бывшую ведущую программы Вести федерального канала объявили в розыск. Есть карточка на сайте МВД. Парида Курбан-Галеева. Помню ее. Помню, как она уволилась. Я тогда как раз незадолго до этого пришел на ВГТРК в 2012 году, а в 2014 году Крым-Наш. Она уволилась, и, честно говоря, я про нее забыл. И здесь, обратите внимание на диаграмму, это статистика посещения странички в Википедии. Какой колоссальный интерес вызвало это сообщение. Я нашел этот ее YouTube-канал, где она разжигает. О чем мы говорим 35 тысяч подписчиков? 35 тысяч, даже у меня, который вообще не занимается этим, 100 тысяч подписчиков на YouTube. 35 тысяч подписчиков. Сюжеты, да, действительно такие возмутительные. Но мне кажется, что вот это сообщение о том, что ее объявили в розыск, оно подогреет интерес. У нее уже сейчас стали брать интервью. Все оппозиционные ресурсы. Одно из них оставлю. Насладитесь. Я вот могу сказать за все. Откройте мой любой эфир, откройте мою любую печатную публикацию, вы там найдете, в общем, видимо, на несколько статей, может быть, даже не на одну. А ты с Татьяной Лазаревой, кстати, в последние дни связывалась? Вот ее как раз тоже и объявили? Нет, мы с ней задружены в Фейсбуке, ну так вот шапочно знакомы, да, но мы не поздравили друг друга с тем, что мы в один день попали в этот список. Вот, видимо, это еще предстоит. Но ты планируешь взять у нее интервью, может быть, кстати, в связи с этим? Может быть, кстати, хорошая идея пригласить ее на свой YouTube-канал, и, так сказать, экстремист с экстремистом, я всегда найдет общий язык, террорист с террористом. Найдем с ней что обсудить. Классные очки. Пошла в жопу? Да, ты послала ту девочку в жопу? Да, и ты как-нибудь попробуй. Это так освежает. Здесь еще спрашивают, а кто-то с телевидения писал себе в связи с объявлением, сама знаешь, кем? То есть были какие-то сообщения? Бывшие сотрудники ВГТРК писали, которые сами ушли оттуда же по той же причине, что и я. Сейчас уже не работают там, да, писали слова поддержки. И вчера, и сегодня из нынешних действующих сотрудников, конечно, нет. Конечно, нет. Наверное, они сейчас меня боятся еще больше, чем раньше. В принципе, с тех пор, как я уехала и открыто, публично заявила о своей позиции, там не так много желающих было поддерживать со мной отношения, прямо скажем. Сейчас, наверное, уже совсем все это рассосется, но невелика потеря. Здесь как раз еще спрашивают, а не думаешь ли ты, что кто-то из начальников федеральных каналов тебе таким образом решил отомстить, что вот давайте мы накажем Фриду? А как ты думаешь? Да, ну, ты не знаю, честно говоря. Да нет, я думаю, что нет. Я думаю, что я шла вот по такой проторенной дорожке. То есть понятно, что за всеми нами, людьми, которые активно критикуют Путин за режим, за иммигрантами, очень пристально следят, наши все публикации отслеживают, наши эфиры отсматривают. Поэтому я думаю, и без того достаточно было людей, которые могли поспособствовать тому, чтобы занести меня в эти списки, без Добродеева, который был моим руководителем. Я думаю, что мне кажется, что ему не до этого. У него, наверное, других забот полно. Там всю эту пропаганду наладить, вот все эти шоу, эти блевотные, там, как следовать, чтобы они нормально вещали, вот у него главная-головная боль. Субтитры создавал DimaTorzok